Статистика знает всё, но даже ей трудно посчитать, сколько же кроссоверов в глобальной гамме Фольксвагена. На самом деле 43, в России поменьше, но вот пополнение. Новый Фольксваген Таос, который уже неделю выпускается в Нижнем Новгороде, а теперь официально представлен публике. Сильнее всего Таос отличается от корока передней частью. Фольксваген получился на 3,5 сантиметра длиннее Шкоды. Силовая гамма тоже почти идентична. Важнейшее отличие в комбинации турбомотора 1.4 с полным приводом, которому положен уже не шестиступенчатый преселективный робот, как у корока, а более выносливая семиступенчатая коробка DQ381. По сути, Фольксваген выводит на рынок клон уже известной модели. Не боится ли концерн внутренней конкуренции? Нет, абсолютно нет. На самом деле я думаю, что конкуренция помогает. Если бы её не было, покупателю было бы скучно. Здоровая конкуренция – это всегда хорошо. Я не чувствую серьёзной конкуренции в группе Фольксваген, потому что у наших брендов разный имидж. Сам Фольксваген не слишком взаимодействует с клиентами других брендов. Конечно, мы ищем клиентов, которые покупают за пределами группы и прирастаем ими. Плюс у нас высокая лояльность. Интерьер Таоса старательно пытается не цитировать Шкоду. Руль чисто Фольксвагеновский с обновлённым логотипом. Блок климатики перекомпонован, а глянцевая вставка на большинстве машин будет серой. Таос в базовой комплектации «Респект» нам не показали, но известно, что это будет машина на 16-х стальных колёсах с диодными фарами, кондиционером и подогревом передних сидений. Виртуальные приборы включены в базу. Но тут будет простая 8-дюймовая панель без настроек, а начальная медиа-система диагональю 6,5 дюймов. Это приветственная версия Joy, которая будет в продаже примерно 2 месяца. Это лимитированное издание, отличается оранжевым цветом, есть ещё бежевый, особым дизайном дисков, чернёными зеркалами и решёткой. Спецверсия создана на основе второй комплектации «Статус», но дополнена камерой заднего вида, дистанционным запуском двигателя и 17-ми колёсами. Топовая 10-дюймовая медиа-система Volkswagen Play основана на Андроиде, поддерживает AppConnect и у неё даже есть собственный магазин приложений, где выложен Яндекс.Навигатор. В июне кроссоверы отправятся к российским дилерам, а в середине лета начнутся продажи, перед началом которых мы узнаем и цены. Продолжение следует...